Самая настоящая драка произошла в кабинете главы пассажирского автопредприятия Бишкека Нурлана Кочубакова. Несколько десятков водителей пришли к нему с требованием отставки. За своего начальника вступился начальник управления городского транспорта Состебалды Хакимов. Его митингующие слушать не захотели. Поводом для столь агрессивного поведения водителей пассажирских автобусов послужило неадекватно низкое, по их словам, начисление заработной платы. Это явление, по их словам, продолжается уже два года, с тех самых пор, как Кочубаков стал главой предприятия. Зарплату платят мизерную. Вместо того, чтобы мы, я должен был получить 12-13 тысяч, нету его, 5-4 тысячи зарплаты. Вот у некоторых по 2 тысячи. То, что нету запчастей, вообще уже завоза 6-7 месяцев нету, но они уже оформили, как бы эта запчасть есть, поступила, но их нету. Вот если даже поступило, выход автобусов, вы сейчас видите по городу, нету выходов автобусов. Почему? Потому что нету запчастей. Мы просто не в силах уже закупать запчасти, мы на свои деньги закупаем. Вот из-за этого директор Кочубахов гетцембер! 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 И это далеко не единственная причина недовольства водителей пассажирского автотранспорта. У нас было 530 сомов в будничные дни. Мы сколько раз просили, директор, руководство, да? Сколько раз просили? Просили. До 470, чтобы успестить, мы были платежеспособными, чтобы были. Нет, они вот 530 ставят, ставят, и все. За один круг. За один круг, это за один круг. А у нас 6 кругов. А 6 кругов, вы умножаете, сколько получите? 3000 с чем-то сомов. Мы не поднимаем эти суммы. Не поднимаем. А если вы не выполняете план, что будет? А не выполняем, у нас сдерживают зарплаты, да, в двойном размере. По причине хронической нехватки запчастей из 150 машин, которые еще полгода назад курсировали по маршрутам, сейчас на линию, по словам водителей, выходит лишь 60. Их обращения в разные инстанции, от мэрии до ГКНБ, по их словам, продолжаются уже полтора года. Но реакции никакой. В свою очередь, глава предприятия Кой Чубаков в ответ на претензии сначала сказал, что впервые о них слышит. Потом сослался на то, что предприятие существует на дотации муниципалитета, на его убыточность, на ситуацию в стране, коронавирус, и на то, что во время пандемии автобусы их предприятия возили милиционеров и медиков совершенно бесплатно. У нас эти вопросы по запчастям, по этим, каждый день вопросы эти встают уже на протяжении многих лет. Потому что эти все автобусы, вы сами знаете, им уже по 11, по 12 лет. Это все старые автобусы. Сегодня делаешь одно, завтра ломается другое. И это бесконечный процесс. Еще до потасовки Кой Чубаков дал указание своим секретарям вызвать сотрудников столичного ГУД. Вместо милиционеров на место прибыли сотрудники ГКНБ, которые просто фиксировали происходящее. В ходе переговоров Кой Чубаков повторил свое обещание, данное несколько месяцев назад, о том, что дела поправятся с введением электронного билетирования. Однако теперь он добавил, что никаких гарантий каких-то улучшений дать не может. Вместо Кой Чубакова у водителей есть уже и свой кандидат – глава местного профсоюза Куаныч Арыкбаев. По их словам, именно он все это время пытается решать вопросы зарплат и запчастей. Когда во время беспорядков 5 и 6 октября действующий глава был недоступен 5 дней, деятельность предприятия координировал именно он, говорят водители автобусов. Директор пропал, на неделю его не было. Приходили чужие люди, отрывали таблички, рейдерский захват, хотели стать директором туда-сюда. И вот тогда коллектив ко мне заходил и просил, чтобы я дал согласие, чтобы поработать, чтобы поднять базу. Я отказывался. До этого, в 2016 году, еще два раза мне предлагали, я отказывался. Но на этот раз коллектив говорит, вы не отказываетесь, мы только вас хотим видеть в этом лице. Поэтому я согласился, если вы меня поддерживаете, я дал согласие, если вы меня поддерживаете, давайте будем вместе работать, поднимать автобазу. Не найдя какого-то компромисса, водители поставили ультиматум. Если сегодня директора не уволят с должности, завтра автобусы не выйдут на линию. Бот и Сайф Турганиазов, НТС.